Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и мы продолжаем прохождение Суперпук 2007, у нас с вами концовка за Панам, и мы с вами вот этой второй серии уже движемся, так сказать, мы перенеслись к бабище, к Альт, привет, подруга. Ты пришёл один. Конечно, один. Тут всегда всё меняется. Здесь каждый раз всё меняется. А чё не поменялось-то? Погружаюсь глубже. Даже не знаю, хорошо это или плохо. На самом деле меняется твоё восприятие киберпространства. Ты адаптируешься к чистому потоку данных, а прежний мир начинает угасать в сознании. Защитные механизмы мозга перестают действовать. Это больше, наверное, минус, чем плюс. Чем чаще я бываю здесь, тем больше теряю контакт с действительностью. Да, не надо погружаться слишком часто в виртуальность. В киберпространстве мы выходим из слов. Джонни пока не доступен, подруга. Пока? Значит, ты задвинул его подальше, как досадную помеху. Ну, конечно, так о чём? То, что... Всё правильно. Что он... Я думал, что тебе наплевать на Джонни. А я думал, что тебе наплевать на Джонни. Что он перестал для тебя существовать. Если бы он перестал существовать, говорить с тобой было бы не о чем. Окей, так, давай какой-то что повесить. Ты помогаешь мне из-за Джонни, ты хотел поговорить только с ним, я здесь не для того, чтобы сужать Джонни. Хотела бы говорить с ним без меня? Разговор с изолированным конструктом лишён всякого смысла. Я могу его прочитать, как любой другой год. Какая ты умная-то подруга. Человеческий фактор здесь только ты. Ага. Ну, короче, у человеческого фактора уже мало времени. Ты правда считаешь время своей главной проблемой? Ну, конечно, когда он уже коньки отбрасывает. Два состояния, между которыми смерть. Ну да. Что-то хочет, что... Думай, что хочет, но я воскрес из мёртвых. Это как посмотреть. Лично я вот вроде как воскрес из мёртвых. Теперь вопрос, что дальше-то? Что дальше-то, баба? Думаешь, ты обманул смерть? Ну, не совсем. Ведь эта смерть обманула тебя. Ага. Ты не здесь, не там. Баба, хватит философствовать. Ты начнёшь это понимать. Так, может, сразу лучше меня просветишь? Такс, не зайди до моего уровня и просвети меня. Если ты всесильный и скин, то, наверное, можешь и это. Ловушки мышления. Ты ищешь простых ответов там, где их просто не существует. Такова иллюзия, лежащая в основе твоего мира. Баба, лицо хоть покажи в конце концов. Ты примешь любой ответ, который сочтёшь утешителем. Ага. А это было бы по-человечески. Со мной случается. В Микоши эти ограничения больше не будут действовать. Хорошо это или плохо, тоже не знаю, если честно. Там твоё восприятие расщепится на миллиарды потоков информации. То, что расщеплется сознание, это не особо приятно. Обычно это называют психическим отклонением, когда говорят про расщепление сознания. Чего мне там ждать? Там, в Микоши. Чего мне ждать? Там ты перейдёшь границу. И, вероятно, в первый и последний раз ощутишь тяжесть собственного существования. К этому времени никто не бывает готов. Тяжелово. Так, что станет Жонни? А, Джонни? Что станет с ним? У меня мало данных, чтобы ответить на этот вопрос. Прикинь, вот она и всесильная баба. Я что не знаю, наверняка. Что Микоши перестанет существовать? Вот это класс. Ага, окей, интегрируется. Так ты за этим идёшь, Микоша. Интегрируется с тобой? То есть ты собираешься их поглотить? Прикинь, всех, короче, в себя заберёт. Теперь понятно, зачем ты в это вписалась. Ты хочешь разрушить Микоши, чтобы загрести себе все конструкты. Микоши, это тюрьма. А я дам конструктам возможность стать частью чего-то большего. Тогда, может, это больше и в плюс, конечно. Вряд ли бы Джонни был бы в восторге. Джонни вряд ли был бы в восторге. Так он разнести вообще всё хотел, почему не будет в восторге. Потому что ты хочешь принять решение без него. То есть, по сути, сделать то же самое. Ну да. Ну нет, сомневаюсь, что ты будешь говорить с конструктами и спрашивать их мнение. С конструкторами. Поэтому не было бы смысла. Так, не будем терять ремень, я готов. Хватит трепаться, давай к делу. Я переслала на щепку твоего нетранера программу. Тебе нужно будет запустить её в Микоши. Окей. Она откроет тебе безопасные соединения. Хорошо. Мне надо найти конкретную точку доступа. Так, что это программа вирус? Что это в этой щепке? Векторный вирус? Чёрный вход. Ага. Через него я пройду внутрь. Блэкдор, по-моему, ещё называется. Есть такой вирус, называется. Чёрная дверь, типа. Альт, я сумею тебе помочь. Альт, надеюсь, от тебя не нужно ждать сюрпризов. Использую ключ, когда доберёшься до Микоши. Окей. Мне надо найти какую-то конкретную точку доступа. Мне надо найти какую-то конкретную точку доступа. Там будет непрошибаемый лёд вокруг каждой. Это я тебе гарантирую. Чтобы войти, мне хватит и небольшого просвета. Используй щенку в Микоши. О безопасности я позабочусь. До встречи. До встречи, подруга. Всё, что ли? Запаслись помощи, бабище. Ай. Всё в порядке. Ну, это как при обычном ОРВИ. У меня тоже была температура вон на днях 39. Ничего, живой, здоровый, как видишь. Ивана со льдом не понадобилось. Ну, как при лоботомии. Да, вроде как. Ладно уж. Извини, не хотел. Ну, проси чего вы. Что такое за ответ такой? Вообще, это тут. Это тут. Ну, подруга. Ладно. Да, зашибись. Зашибись. Ну, это хорошо. Всё хорошо. Так, что насчет щепки? На ней что-то важное? Щепка. Я там на щепку одну программу записал. Это что у вас, штампы ставить? А, это банки, чтобы штампы ставить. Какие-то эти офисные штуки, знаешь, такие. Шук-шук-шук-шук-шук. Чё там такое? Убери это от меня. Спасибо, Дакота. Не за что. А чё она так испугалась-то? Заглянись в Солу. Он приходил, искал тебя. Сейчас, ребята, Моники накрыло. Слушай, так всё закоротило, что у вас аж курс на месте остановился. Ваших евро-долларов. Ладно, погнали к Солу. О! Ребята, смотри, какое собрание уже. Сол? Ты хотел поговорить? Залезай. О! Погнали. А что за собрание? Возникла проблема? Это в честь нас, поход, в собрание. Залезай, дело есть. Давай, ладно, залезаем. Что, мы куда-то едем? Конечно, едем. Ладно, Ви. Дело очень простое. Мы, все, кто тут собрался, у тебя в долг. О-о-о, ребята. И это долг чести. Говори про себя, Сол. Но всё-таки, несмотря ни на что, ты чё там наглый такой слышишь? Причём и знаете... Сейчас кофе на тебя прольётся случайно. Спасибо нам. Она знает. И нам что-то нужно с этим делать. Да, Сол. Исправим этот досадный недосмотр. Мы принимаем тебя в семью, Альдекальда. О, принимаем, говорит, в семью, Альдекальда. Для своих семья всегда сделает всё. Готов? Как приятно-то. Охренеть, Сол. У меня чуть сердце не остановилось. Да уж. Готов. Теперь ты один из нас, Ви. Ты Альдекальда. Ура-а-а-а. Спасибо, подруга. Спасибо тебе, дружище. И не волнуйся, доставим мы тебя в этот Микоша. Правильно говорю? Добро пожаловать в семью. Спасибо, подруга. Приветствуем нового брата клана Альдекальда. Не знаю, что и сказать. Ага. А такое бывает? Конечно, бывает. Я такого не ожидал. О, какая-то байкерская, короче, куртёха. Спасибо. На самом деле, это просто формальность. По факту, мы уже давно приняли тебя в семью. Ты спас мне задницу, как изволил заметить Бобби. Мичу тоже, не говоря о панамах. Да иди ты. Ага. Но вообще, Сол прав. Будем честны, для тебя моя жизнь была разбита на миллион кусков. Ты их разбил ещё на миллион помельче. Но иногда это единственный способ сложить всё заново. Ладно, слушай, семья. Сегодня мы празднуем, но завтра у нас чертовски важный день. Собрали бабу по кускам. Рейд рейдом, но это твой вечер. Давай почтем, наслаждайся славой. Да куда уж там, какая слава от подруга. Могла бы меня предупредить. Ты могла бы хоть предупредить. И испортить всё веселье? Ты в своём уме. Всё в порядке? Да. Не волнуйся. Нормально всё, подруга. А куртка тебе как? Не жмёт? Как в лето теперь я чувствую ещё больше ответственность за этих людей. Бей, ты как себя чувствуешь? Куртка клана это... Знак отличия. Это большая честь, но при этом и... Груз ответственности. Ты понимаешь? Вы приняли меня. Поверили мне. А я... Веду вас туда. Откуда может не быть возврата. До меня только теперь это начало доходить. Семья это ответственность. И у тебя она есть. Это значит, что мы в тебе не ошиблись. Поговорить с кочевниками это с кем? Захочешь поговорить? Я буду там, наверху. Окей, подруга. Так, присоединитесь к нам по готовности. Так, поговорить с Мичем дополнительно у нас с тобой есть. Мне нужны патроны. Три-четыре коробки. Будет у тебя чего? Ну что, мне всё можно забрать? Как приятно. Спасибо, ребята. Я всё у вас позабирал. Там кто-то уже тренируется. Видишь, уже кто-то настреливает руку, так сказать, перед предстоящей... Нашей с вами, ребяточки, поездочкой такой лютой. Давай попробуем со всеми поговорить. С Мичем дополнительно. Как дела? Да вроде нормально. Пока пытаюсь уложить в голове то, что сейчас произошло. Что я навеселею. Это я могу понять. День, когда получаешь куртку, не забывается. Ну да. Ну, прокатимся? Чё уж, они... Для меня эту куртёху, так сказать, вышивали. Самостоятельно, наверное. Может, это заказали, не знаю, под заказ сделали. Панцер точно готов? Я бы, конечно, покопался в нём ещё дня два. Это было бы неплохо. Ух ты. А, это вот оно... Это он помимо пулемёта поставил ещё вот она, которая была ракетница у нас с тобой. Так, поговорить с кочевниками дополнительно. Правда, непонятно с кем. Сейчас мы тогда попробуем поговорить, может быть, с кем-то ещё. Потому что... Мы с тобою... Так. Ребятушки... Мои козлятушки... Дефендер пулемёт... Дефендер пулемёт... В смысле с незнакомцами? Я уже как бы в вашей семье с какими-то незнакомцами? Ты чё такое говоришь-то, баба? С незнакомцами. О, подруга отплясывает. С кем поговорить-то? Как ты, Джейк? Всё в порядке? Джейк. Почка прижилась прямо как масло на филе. Во, класс. Спасибо тебе, Ви. Пожалуйста, братак, вращайся. Видишь, как здорово-то. Что играете? А из самурая что-нибудь знаете? Такой врачер, брат. Надо не про анархию, а про единство петь. Ну да, кстати говоря. А самурая, наверное, про анархию пел. Тогда нам с тобой... Дом родной, родной дом. Классная песня. Это кто? Ты, братан, какими судьбами ты здесь? А, это типа фотографа? Почему он нас не сфотографировал? Когда мы все вместе стояли? Ну, ребят, ну это не дело. Когда я говорю, ребят, обратите внимание, что они фотки вообще не делают. Типа на память, например, давайте там сфоткаемся, все делища, все в связи. Было классно. Я не знаю, с кем ещё надо поговорить. Ну ладно, тогда поехали, потому что, как бы, с кем ещё можно здесь поговорить, не знаю. Видишь, мы с тобой всех спасли, и все... Всем помогали, как это классно. Так, всё, поехали, забраться. Сейчас прокатимся, проверим, затестим, так сказать, все наши с тобой танки. Давай, запускаем. Урау, полетели. Ну, давай, заводи. Пока всё горит зелёным светом. Давай, зелёным светом. Свестофор зелёный. Потому что был Василицк влюблённый. Давай. Теперь проверим находку Тедди. Так, расстрелять старые автомобили. Мы с тобой, вон, все, вон, кактусы посшибали. Как будто немного влево сносит, а? Поправить реально? Да, вроде... Ты давай стреляй по этим ржавым ведрам, а я на ходу откалибрую прицел. Да, вроде нормально, как бы. Ну, стреляю. А чё ничего не прибавляется-то? Так, нам с тобой... Питание подключено. Ну-ка. Такое, честно, как будто в World of Tanks какой-то играем. Киберпанкс. World of Tanks, а это World of Киберпанкс вот такой вот. На таких танках, правда, здесь он один-единственный по всей игре. Так, нормально, хорош. Бабах. Все машины поразбивали. Можно было бы их, между прочим, отремонтировать. Не, ну это расплющенное ты уже точно никак не отремонтируешь. Вроде получше, нет? Да, вроде получше. Стрельни еще разок на всякий. Сейчас мы, ну-ка. Да куда-то кактусы смотри непробиваемые. Чё за приколы? Всё, хорош. Так, поехали дальше, ладно. Бабах. Ещё одну давай, ну-ка. Ага, красота. Ну да. Шумоизоляция вроде норм в танке. Ну, особо звука мне не отдаёт громким при стрельбе. Нормально. Погнали. Как-то мы слишком низко, по-моему, летаем, не кажется, нет? Так, нам с тобой надо было вроде как влево, там где-то была машина. Текстурами так бордюры, аккуратно. Хорош. Бабах. Всё, короче, весь автопром киберпанковский накрыли. Разбитый. В лагерь кочевников полетели. Мэээ, хорош. Да вроде нормально, по-моему, нет? Как слишком быстро. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Вы чё, ребята, аккуратнее. А то сейчас мы с тобой ещё посшибаем здесь. Нормально, прокатились неплохо. Чуть ли не сломали весь лагерь, могли разнести. Всё, что ли? Так. Поговорить с Мичем. Так мы вроде с ним уже только что поговорили. Чё такое? Ох, газировка, чё это такое? Фанта? Психуешь перед завтрашним? Да нет. Я уже никогда не психую. Ну да, чё. А ты не хочешь? Так, нет, спасибо. Не хочу, спасибо. Не употребляем. На войне, перед первыми боями, нас тренировали на контроль страницы. Это, кстати, основа, по-моему, в любых силовых структурах. Это проверка на нервы. Ускорители, анаболики, хер знает, что там ещё было. Анаболики. Ускали, короче, это дело по Вене. Биомониторы сходили с ума. Ненадолго. Потом успокаивались. И мы тоже. Никаких нервов. Ну да, потому что на войне, если у тебя будут нервы, выходишь из строя. В башке просто что-то щёлкает, и выжигается то, что отвечает за страх. Ага. Такие коктейли разве не запретили из-за киберпсихоза? Так вроде запретили эти коктейли. Во время войны ещё. Я тебя умоляю. Были же массовые случаи киберпсихоза в войсках. Ну, были. И что? Думаешь, Мелитех это парило? Киберпсихов грузили в самолёты и отправляли в клиники на Тайване. Класс. Каждый день. Короче, в Китай их отправляли всех, в Тайвань. Девобранцы тоже поступали ежедневно. А потом они работали на заводах, и китайские айфоны начинали делать. Они не рады были. Деньги, аргумент такой, не поспоришь. Да уж. То есть, ты вообще ничего не боишься? Ну, не всё так просто. Насчёт завтра я не волнуюсь. Уже не первый для меня это рейд. А вот всё, что происходит в лагере... Короче, ладно, это я так. Не бери в голову. Ну да, засемит, наверное. Да говори. Мы же теперь семья, мне можно. Но. Если честно, меня беспокоит, что происходит между Панам и Солом. Они делают хорошую мину при плохой игре и надеются, что этого хватит. Но люди-то не дураки. Да будет всё нормально, братан, успокойся. Шёпот по углам, что Сол не справляется, что он себе на уме, что он всех подведёт, что семье нужны перемены. Так, а как ты думаешь? А что я? Что ты об этом думаешь? Сол должен отступить и передать власть Панам? Посмотрим, что будет завтра, когда дым после битвы рассеется. Теперь ты мне не скажи. Что думаешь? Надеюсь, что Панам позрослеет, они должны договориться, что План сработал. Думал, что Сол прогнётся. Мич, в этот раз против нас будет не вшивая банда стилетов. Если мы хотим вернуться оттуда живыми, они должны договориться. Они пытаются. И вроде даже начали друг друга понимать. По-своему. Дьявол, да они оба прекрасно знают, чего от них ждут. Чего от них ждёт семья. Надеюсь, Сол хотя бы предложил Панам место за столом. А кто тебе сказал, что Панам вообще хочет сидеть за этим столом? Ну да, она, по-моему, кроме как орать-то, конечно, по-моему, ничего больше не хочет. Короче, зрейфила. Ей важна семья, а не власть. Я понимаю. Панам важнее семья, а не власть. Вопрос только, удастся ли найти баланс. Это не ко мне вопросы. Ну, вроде как всё, что ли, поговорили. Тут такое дело. Панам прежде всего хочет тебе помочь. А Сол, он во всём видит в поле. Ну, потому что, видишь, подруга-то влюбила, втюрилась в нашего. Понятно, добычу из микоши. Ви. Если дело выгорит, и мы разживёмся. Ниже любовь-маркот. Это обеспечит нам отличное путешествие на юг. Сечёшь? Ну да, это классно. Успокоит людей, даст Сол время. Панам потеряет шанс стать лидером. Это успокоит людей. И даст Солу время. Сол ловкий тип. Он хорошо знает, что делает. Лишь бы только в этот раз не заигрался. Да, я думаю, всё нормально будет. Ну, хватит сплетен на сегодня. Ну, чё, он же... Не зря он главный. Давай отдыхай. Я ещё покопаюсь внутри у этой крошки. Ага, ясно. Удачной охоты, Митч. Всё будет нормально. Всё, поговорили. Так. Вроде да. У меня всё равно отображается дополнительно поговорить с Митчем. Так, вроде же мы поговорили, разве нет? А, всё. Поговорить с кочевниками дополнительно. Давай посмотрим, с кем там всё-таки можно было поговорить-то ещё. А то так и непонятно на самом деле. А, как раз-таки мы с вами закончили сейчас и этот день, ребята. Все вон тут собрались, смотри, тут что-то стоят. У нас с тобой отплясывают, танцуют. О, какие красавчики. Я просто вообще... А, ну они все зелёные у нас, того, видишь, теперь светятся, потому что они все на нашей стороне. Теперь-то мы стали для них семьёю. С кем поговорить? О, дорога. Не забывай, что в жизни самое важное. Конечно. Как они говорят, это семья. Ноги. Мне надо выпить. Какой пират. Ты так одну ногу потерял. Тебе ещё одной ноги потеряно, что ли, мало. Так, написано, видишь, написано, присоединиться к панам по готовности. Так. Ай. Айо. Можно здесь такое, можно оружие у него купить. Я даже не знаю, с кем поговорить-то важно. Кого там пытаешься запугать-то? Бутылку, банку? С кем играешь? С банка газировки играешь? Хоть бы самолётик, бы идите его купили. А то, что он представляет, как будто самолётик у него летает. Вместо самолётика банка в руках. Алюминиевая. Давай присядь с нами, Вит. У нас тут, понимаешь, маленький ритуал. Ага. А что за ритуал? Вдарить по пиву накануне большого дня. Ага. Вон оно что. Ну, а это непростое пиво. Это осталось от нашего первого контрабандного груза. Мы тогда приберегли пару ящиков. Короче, контрабанда. Больше похоже на... Лимонад Буратино, по-моему, в таких же же стеклянных бутылках продаётся. Я в такое не верю. Ну, когда очередной открываешь, ручонка-то дрожит. Ну. Так. Спасибо. Лучше не буду пить перед рейдом. Ну, молода вдруг что? Ну, уважаю. Молодец. Вот именно за это и надо выпить. Уважают, уважающие. Засолы и по нам. Потому что если они... Сколько тостов-то попёрла, а? Всё накроется медным тазом. Всё. Боб, ты всегда такой оптимист. Ви, ну ты-то, наверное, знаешь, как там у них дела. У них ничего не отбавляется. Видишь, бутылки, бутылка полная. Они просто опускают и поднимают. Потом вообще ничего нету. И зары топор войны осветили. А что, они сейчас правда в контрах? Правда в том, что нам срочно надо много денег. Ну. Аминь. Деньги сейчас всем нужны. Для себя, Ликоши, это личное дело. Но Сол увидел в этом возможности для семьи. Ну, это прекрасно. Из этой семьи завтра остался жив. Они зарыли топор войны. Они зарыли топор войны. Сам видел. Топор они зарыли. И на радостях решили послать нас на верную смерть. Ура, единодушие. Бобби, выдохни. Все будет нормально. Братан, успокойся. Я просто говорю, как есть. У тебя какие-то вены у тебя вылезли, братан. У него вены вылезли на руке, посмотри. Варикоз какой страшный. Правда, думаете, мы найдем там что-то хорошее? Лучше верти по нам. Ну, в этом вопросе оба согласны. Я себе кругом. Это все из-за меня. Ставлю под удар весь клан. Простите. Не за что тебе прощения просить. Да, ситуация хреновая. Но если кланы сможет снова подняться, то именно благодаря тебе. И благодаря этому рейду. Хм. Вот раз в жизни я с ним соглашусь. Так, лучше верить по нам. Думаю, по нам знает, что делает. А она знает, чего хочет. Неплохо бы знать. Ты расслабься. Никто пока никому штурвал не передает. Вы лучше думайте про завтра, ребята. Вернемся живыми вот тогда и поиграем в политику. Так. Альдекальда выживет, я об этом позабочусь. Я вам обещаю. Альдекальда будут жить. Об этом я позабочусь. Не переживайте, ребята. Но. Но твоя правда. У семьи есть шанс восстать из пепла. Я тоже так считаю. И все будет круто. Если мы вернемся из Микоши. Если наш безумный план удастся. Альдекальда ждет новая жизнь. Все будет нормально, ребята. И на этом месте Бобби должен пробурчать свое ес. Эй. Вот только не надо из меня пораженца делать. Так. Ладно, ребята. Всем до завтра. Так. Это мы с тобой поговорили с одними, как я понимаю, с кочевниками. Но можно, получается, с кем-то еще поговорить. Так. Еще кто-то, нет? А, вот. Сол. Как думаешь, все получится? Как думаешь, завтра все получится? Я знаю этих людей. Некоторых знаю лучше, чем себя. Я вижу их настрой. Это затишье перед бурей. Завтра они пойдут до конца. Во. Не сомневаюсь. Будет классно. Что это? Да завтра, Сол. Вишневый сок? А, стой. А? Хочу кое-что между нами прояснить. Что там такое? Ты многое сделал для этой семьи. Для меня больше, чем кто угодно. Но мне важнее всего клан. Сол. Дай закончить. Я также знаю, что сейчас может нашу семью уничтожить. Разлад между мной и Панам. Если мы пойдем разными путями. В этот раз Альдекальда просто не переживут раскола. Ты понимаешь, к чему я сейчас говорю? А, ты помогаешь мне в том, что у тебя нет выхода. Не знаю, согласна ли с этим Панам. Не знаю, согласна ли с этим Панам. Вам всем кажется, что мы с Панам сейчас по разные стороны баррикаем. А это не так? Все наоборот. Для Панам важна эта семья, так же, как и для меня. Да, мы не во всем согласны. Но клану такой расклад может даже пойти на пользу. Я это уже понял. И вы поймете. А, ты на меня не в обиде? То есть, зла ты на меня не держишь. Завтра у нас важный день. Иди отдохни. Окей. Похоже, что все-таки зуб на нас он точит. Я понимаю. Я не знаю просто с кем еще поговорить. Но у нас с тобой 26 минут, поэтому мы с тобой тогда присоединимся, что называется, к Панам. По готовности. То есть, собственно, это будет уже в следующей серии. Атлетика плюс 20 за что-то мне дали. За то, что я бегать начал. Не знаю, за какие-то такие заслуги, правда. Что-то ребят все стоят. Ребят. Как у вас делище-то? Никто не хочет разговаривать. Я не знаю, с кем еще поговорить надо. В общем, ребятушки, тогда на этом пока что все. Да, подруга? На этом пока что все. Потому что здесь больше некуда идти. Будет очень круто и классно. Так что, это был Аширан. Кроме спасибо за внимание. До новых встреч. Круто, если не покачать. Вновь все крутого имени интересного. Самый был Аширан. Еще раз до новых встреч. Спасибо за внимание. И пока-пока, ребятушки. И не переключайтесь. Вновь все крутого имени интересного. А вот, собственно, с тобой сидит по нам. Как я понимаю, наверное. Надо будет присоединиться уже в следующей серии к ней, да? Ага. Вот она самая, наша няшка. Так что, всем пока и пока-пока.